история которую я прочту сейчас истинное происшествие дело было в польше весной 1925 года в семье русского эмигранта большое горе единственная дочь ученица последнего класса гимназии заболела чахоткой страданий родителей не знала границ исторгнутые бури революции из родной страны заброшенные как осенние сухие листья в чужой двор без родных без средств так недавно еще радовались мыслью вот дочурка закончит гимназию устроиться бог даст легче будет а тут лежит бледная худая тает как воск украдкой посматривает на больную то мать то отец и быстро отворачивает голову чтобы она не заметила непрошенной слезы но как не плакать глядя на бессильно откинутую на подушке голову на большие впалые беспредельно грустные глаза на полу открытый рот жадно хватающий воздух мать выбегает из комнаты ломает руки кусает губы чтобы не разрыдаться от страшной муки делают все что доктор сказал но не лекарство не усиленное питание не приносит улучшения температура упорно держится больная заметно слабеет конец видимо недалек что еще делать кому обратиться о господи ты некогда исцелял больных и не только исцелял ты воскрешал мертвых и стели дочь мою вопьет в отчаяние мать о господи на тебя одного надежда наша она единственная у меня боже будем милостив ты все можешь верю ты все можешь услышь позвати ей здоровье ты же сам сказал просите и дано будет вам прошу умоляю умоляю исцелить дочь нашу в агонии души своей мать продолжала молить господа и вдруг послышался ей четкий ясный голос температуры больше не будет удивленно глянулась никого нет прошла в другую комнату и там никого тогда все стало понятно бог услышал молитву в трепетном волне не побежала и рассказал об этом мужу а тот ответил по вере твоей будет тебе в тот же самый день горячка прекратилась больная дочь стала быстро поправляться уже сорок один год прошел с тех пор а исцеленная богом жива и поныне и в настоящее время она живет в одном из пригородов лос-анджелеса если желаете мы пришлем вам ее имя и адрес дорогие слушатели господь вчера сегодня и вовеки тот же верьте ему молитесь ему он ответит и вам а а а а а а а